здравствуйте товарищи в эфире подкаст про кипо под названием мишура меня зовут михаил судаков шура и зеленой комнаты мы только что минут 15 20 20 скорее боролись с нехорошими тюбом youtube нормальный но блокирует его нехорошие люди вот мы боролись боролись не побороли ничего потому что так не работает так не работает а так работает но у нас зум так начинает стараться сказочный ключ и что отразится на вебине поэтому мы сегодня транслируем во вконтактике пока что вроде полет нормальный транслируется вроде как неплохо так что кто знает может на дальнейшем будем туда по часть трансляции переходить посмотрим посмотрим не забывайте что нас посмотреть прям прямом эфире кто день когда мы записываемся можно одним способом можно нас подписаться на бусти . то слэш мишура подкаст ссылочка обязательно будет в описании это очень полезная ссылка заходите подписывать собирайте плейдж и сможете на вопрос задавать чатки с нами тусить или смотреть хотя бы там ранний доступ получать к подкасту ранний доступ а также к ранний доступ монтированной версии а также специальные бонусные новости которые мы записываем только для тех кто нас поддерживает на бусте только ли тех больше ни для кого потому что мы таким макаром этих людей благодарим они нас поддерживают мы их поддерживаем ну а так вот как бы на меня можете подписаться мой канал который канал подкастов заодно меха судаков и обязательно на канал шур и зеленой комнаты тоже ссылочка в описании будет на него подписывайтесь у нас у нас у обоих помимо подкастов еще есть реакции на минуточку у нас сегодня будет новостей вроде как если посчитать по вот событиями так много на самом деле инфоповодов немного а новостей которые пришлось перевопатить и шуре мне это прям чудовищное количество их на рожду 50 хорошо 30 по меньшей мере вот просто многие из них касаются буквально нескольких событий важных мы сегодня поговорим обязательно не забывайте мы поговорим и про сайон и прошу гу и про мхд и прочее про фифти фифти обязательно можем начать принципе как раз фифтей мы можем сначала поблагодарить нашу аву кошкину да а в кошкину замечательно потому что я уже два раза поблагодарил но она никуда не попадет потому что youtube это все съел кого кошкина не жалко поблагодарить третий раз спасибо большое всем остальным тоже спасибо спасибо большое кто нас поддерживает но имена мы перечислим в конце того кошкин начали как главного спонсор да теперь можно переходить со спокойной совести да и начнем мы ой да такие разродившихся реберн группы фифти фифти представили такие нам тизеры представили новых четырех участниц ну значит участницах участниц сначала конечно же там было кино еще три участницы которые лица показали и вот какую-то пятую таинственную участницу сначала не показали а потом как показали вот и у нас в итоге итоговый состав фифти состоит из собственно кино естественно шанель и вон хана и вот такие вот мадамы ты знаешь кого-нибудь из них потому что я кроме кино конечно если ничего не путаю я точно знаю шанель потому что это была одна из моих любимец на этой самой шоу на выживании с которой она в итоге вылетела который назывался так господи ру-тюб ру-некс аюнекс аюнекс если ничего не путаю то это аюнекс вот она клевая она полностью талантливая девочка у нее характер причем не типично няшный она из-за этого видимо и вылетела потому что ее там немножко на мой взгляд за злоредактили но это же нет чего вы хотели простите а вот там были совершенно фееричные моменты там например я у вас не помню с какой девочкой они сидели там сидели чего-то ждали и там просто момент для шиперов идеальный то есть натурально а шанель она такая знаешь она девушка вот не няня она такая типа ну чё его значит сидит она она вот так вот руку положила действительно другая девочка как бы и та другая девочка натурально вот так у чуть ли не не волосы накручивать я всего лишь там хочу там чего-то добиться хочу стать успешной она вот так вот вот так вот это делает аж на на нее так смотрит знаешь покровиться на как раз такой елый-палый фанфики просто моментально написались миллион штук туда же стараться не надо вот и она действительно и пела хорошо и танцевала хорошо вот на мой взгляд и злоредактиль и типа из-за характера там не взяли вот но самое главное что слухи о том что она дебютирует 50-50 ходили очень долго никто особо даже у нас чачки не верили потому что шанель несчастную пихали повсюду очень шанель дебютирует там шанель дебютирует сям вот наконец-то шанель дебютирует нормально полноценно в 50-50 вот и еще одна девочка тоже оттуда же но я ее не очень хорошо помню вдруг окажется та самая с которой шанель сидела вроде как нет мне очень понравился тизер когда они значит пятером сидят на вот этой качелях качаются и там надпись такая наконец-то идеальный баланс дашки поход не то что наши предыдущие дуры да такое прям агентство по всем проходят типа нет вот это хорошо предыдущий фу-фу вот это классно ну принципе что им еще остается говорить да да ну хорошо наконец-таки случилось долго мы ждали 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 практически у нас ну чуть больше года с начала возни произошло когда раскол произошел до в группе у нас и такие случился редебют так сказать группы но и на этом случился да ну смысле новости уже какие-то более свежие горячие вот но не только закину можно порадоваться и за остальных новых участниц четверых группы 50-50 за бывших бывших участниц 50-50 трио которая не согласилась на мировую идти с их агентством тоже короче сначала произошли некоторые обновления у участниц то что они открыли свои индивидуальные аккаунты в стаграме вот и получается фанаты естественно такие они на что-то намекают на что-то намекают вот и действительно оказалось что намек был жирный очень потому что участницы все втроем подписали эксклюзивные контракты с новым лейблом и тоже хотят повторно дебютировать в этом году вроде как то есть они вошли в состав дочерней компании массив е-н-ко эн-си наверное так лучше вот новая компания а у кей компани вот так вот я за них конечно рад с одной стороны другой стороны нифига не отважные вообще то есть натурально скандалище девчонки и особенно их родители доказали себя не очень договороспособными людьми мягко говоря они просто такую бучу подняли на весь свет и новое агентство но либо она действительно не очень большого не очень большое им принципе пофиг им главное какая-то шумиха сейчас то что они дебютируют девочек которые только-только может они простите так огородятся контрактами и условиями дальше просто некуда это такой случай когда нашлись два одиночества и девчонкам больше особо некуда податься их группные действительно группы не возьмут ни в коем случае это плохая идея для агентства разумеется а мелкому агентству видимо любая шумиха в плюс так что в принципе да это наверное идеальный случай и они таки макаро могут работая в этой группе всем потом доказывать даже если будет не так что типа это вот вот это нормальное агентство не то что дебилы отрак да вот мы-то смотрите вот мы с девчонками хорошо обращаемся девчонки да 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 и родители такие да 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 вот здесь наших девочек любят а в том не любили короче они теперь себе друг другу доказывают что мы нормальные это вылохи и те другие я вот прям уже вижу на любую птичную это дело у фифтей новых скорее всего будет что вот возрождение мы такие вот как птицы из пепла все дела а скорее всего у троих оставшихся в другом агентстве мне кажется будет как-то называется концепт что вот вояки такие будут вот мы такие вот сейчас но такие неприкрытые дис и будут на прошлое агентство скорее всего завуалированные но всем будет понятно про чё речь вот конечно интересно будет посмотреть за этим за всем да вообще напоминаю что девочек зовут а кстати мы не сказали как зовут девчонок из а ты всех сказал а вот из этих и сифти-фити да да цена что цена аром и сио шио-сио не знаю я там только в общем мы за не за всех помнилась когда они активны в том составе в общем всех поздравляем наилучшее по ум решение этого конфликта в данном случае будет дальше посмотрим да окей достаточно от достаточно положительных новостей переходим к не очень положительной новости потому что бедолага хвичан из омега-экс который кстати уже по моему если я не ошибаюсь ушел в армию вот потому что там двоих сразу в армейку решили отправить отправлен в суд по обвинению в сексуальном насилии против бывшего гендира лейбла все-таки короче не имется им там в этом спайр интертеймент сколько мы уже наверное ну наверно с полгодика назад да мы поднимали вопрос о том что вот эти вот видосики всплыли то что они все никак не могут отпустить эту ситуацию уже там больше года прошло с того момент на тот момент когда они только эти конференцию запустили по вот так публикации в в массы так сказать а предстали эти видеоролики на конференции на тот момент уже больше года прошло как они расстались этой группой все никак они не не угомоняться вот они все-таки подали иск прям и вот грозит видимо уголовное какое-то расследование против хвичана бедные дети господи ты мой ты капец это конечно плохо так говорить но знаете сделайте темную кто-нибудь этой тете там в корее ну кошмар какой ну это просто какую-то лютую ненависть испытываешь к этой женщине ну какая засранка весь их там лейбл вместе взятый а мы разве не видели видео какое-то нет там где было видно что там несколько не так как они пытаются поставить или кадры какие-то напомнили да что там просто ну как бы да происходит некоторые контакт телесный но она в этот момент не сопротивляется вообще но естественно видео вырезанное из контекста показано только то что происходит телесный контакт в этом видео видно что она вообще ни разу не сопротивляется и потом как бы со своей стороны агентство и мемберы уже как бы другое их агентство новое и мемберы в выкатывали со своей стороны что вообще это из контекста выдрано она вообще сама настаивала на этом и вообще мы потом блин так сказать вызволяли бедного напуганного ребенка из туалета который там закрылся от нее спрятался и вообще потом она там пьяные фотки где он лежит на полу уже прям совсем на ненозе вот и соответственно как бы они со своей стороны выставляли эту историю как бы то что то что они тут вот озвучивают бедная несчастная тетя уже как бы возрастная так сказать то что не верьте этой женщине она как бы показала себя уже в прошлом мы в суд как бы выиграли так сказать вот и пошли с ней на мировую то есть отозвали на вот да они то есть тоже предъявляли к ней претензии то что она тоже там доли сексуально то ли физическое насилие какое-то было против мемберов вот и они пошли на мировую тем что они ушли из агентства и отозвали свои претензии от старого агентства вот но вот спустя время эти видимо все еще хотят какого-то хайпа какого абы какого то есть они вообще не не чураются никаких инфоповодов вокруг них которые вертятся и вот пошли все таки прям в полицию это насколько надо быть в себе уверенным то есть будет же разбирательство они же будут обе стороны рассматривать и соответственно как бы ну мемберы и новое агентство тоже не будут молчать они со своей стороны тоже будут какие-то предоставлять доказательства то что ну как бы она не в менько немножко вот странная женщина реально ну опять же мы всего не знаем да но это выглядит очень странно потому что действительно даже на том видео даже если взять версию что никакого давления со стороны не было да что я не очень верю если честно да действительно женщина во власти сильно старше этого товарища я чуть не сильно верю что он взял и пытался этом домогаться такая нет нет это прям как из анекдота простите про этих самых про то что дети в детском садике начали материться да потом начали выяснить почему оказалось там приехали ремонтники между вы матерились нет что я говорил разве ты там василий разве ты не видишь что твоему товарищу на голову на голову покапает раскаленная улова да вот такого рода и она такая нет ни в коем случае не прикасайся ко мне на это буду говорить про словами и ни в коем случае не отпрыгнуть и вообще застыла в ужасе вот классика жанра странный человек ладно мы ничего не знаем мы узнаем если она хочет суда пусть будет суд и он разберется надеюсь достанет полную версию этого видеозаписи и по ней будет понятно кто кого зачем почему опять же посмотрит фотографии его там спящего и прочее прочее и надеюсь это все прячет делу и выяснит кто из них на косячах на самом деле вот но на мой взгляд создал фишка просто что мы подали в суд а потом решили помириться не надо так делать ни в коем случае если вы подали в суд из-за чего-то достаточно серьезное не за того что там кто-то сосед пошумел и посверлил да и он тебя выбесил и поэтому пошел суд него подавать а потом себе ты извинился заплатил тебе денег сказал все я больше сверлить общинника в жизни не буду да и все вы разошлись если это дело серьезное не надо забирать заявление в коем случае давите до конца пусть оправдывается а иначе вы даже таким макаром показываете ну вы же подали в суд а потом забрали может вы просто хотели так по угрожать да а может вам денег заплатили вы успокоились ну типа такого или вы денег заплатили в общем нет очередное доказательство этого факт что же ну ладно мы надеемся в очередной раз после новости о чем-то там появится до конец с омега что-то случилось сил и терпения пацанам видимо долго не ищутся с этим последствиями своего выбора то что они когда-то выбрали это агентство будут в общем сражаться капец ну а мы давайте переходите дальше да у нас сайон сайон в комментариях спрашивали в прошлом подкасте а где новости о сайон тогда еще не было новостей о сайон когда мы писали прошлый подказ напоминаю смотри дорогие друзья мы записываем подкаст 14 августа он не всегда монтируется потому что подкаст длинный смонтировать его сложно и поэтому времени не всегда хватает чтобы через два три дня и поэтому иногда получается задержка три дня до четыре недели такое всякое случается 14 августа мы записываем вот поэтому новости от 15 августа мы мы даже можем не захватить новость от 14 августа которая появилась через час после начала подкаста или за час до потому что шура опять же не может это моментально новости подбирать она вот час до подкаста два часа подкаст шура начинает выбирать новости которые мы там обсуждаем будем обсуждать вот и что-то может проскочить мимо так что пожалуйста ладно мы объяснили хорошо сайон сайон вместе ну она выступала на как он назывался world tour какой-то там 2024 world tour idol от айдола и пела на там песню которая называлась bad bitch number хорошая песня очень классная там видимо она пела сама до своего сольного альбома видимо здесь она пела сама наверное не слышу выступления потому что там у нее и биби и еще одна женщина и несмотря на то что мне обычные рэпчики про очень сильно нравится эта песня не зашла потому что она клевая запоминающаяся вообще и вот она поменяла местами слова и спела что-то в стиле в ноябре к контракту крышка кто ж меня остановит и все и переполошились все что неудивительно учитывая что уже довольно-таки долгое время ходит контракт слухи о том что когда контракт у сайон закончится она кубу помашет ручкой потому что очевидно сайон кубу нужна гораздо больше чем куб сайон сайон успешная исполнительница лидер группы композитор автор песен и т.д. и т.п. у нее есть своя успешная карьера у него супер успешная карьера в рамках группы айдол и она может совершенно спокойно свалить из куба если ей не предоставят какие-то очень классные условия вот и я предполагаю там разумеется сразу же начали сайон так понимаю молчок такая спел и спел я ничего не имела ввиду я просто не скажу что я имела ввиду на и пришлось отдуваться к юбу куб такой ой ну да конечно в ноябре действительно с контракт заканчивается но мы уже ведем переговоры об обновлении о продлении контракта это ничего не значит да на заранее предупредили о том что в этой песне bad bitch number будут такие слова они такой дэмэдж контрол включили очевидно сайон начало вообще изначально до официального заявления к юб были новости о том что якобы сми узнали у к юб и к юб отреагировали что а мы не знали что она так текст отредачила мы обеспокоены по поводу такого несанкционированного поведения и вообще у нас мы это у нас еще и идут обсуждения по поводу новых контрактов и вообще ой 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 ай 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 и вот и вот оттуда пошла возня что неужели сайон в контракт с к юбом и все такое но оказалось что это какая-то некая спекуляция к юб потом официально заявили что мы ничего такого не говорили мы знали какой там будет текст естественно блин она же репетирует это как мы могли не знать вот и вот поэтому как бы это вся возня так и немножечко подутихомирилась то что все нормально да действительно контракты заканчивается ну да действительно мы ведем переговоры еще ничего не понятно так что будем держать вас в курсе вот но естественно я если честно в это не очень верю потому что что сайонс пришла ну как то что они изначально ничего не говорили да это правда это если у них не было официального заявления это просто сми понесли а потом выяснилось что было не так хотя возможно например кто-то связывал с представителем куб и куб таки мы не в курсе ну инсайдер может каким-нибудь кривым я сотрудникам которые не в курсе да могу ошибаться но я не очень верю что сайон такая пришла ребята можно я вставлю хотя ладно они могли знаешь типа что поскандалить как-то так разве что давайте я вставлю строчку про то что контракт заканчивается напомню всем да еще скажу кто же меня остановит это очевидно намек на то что она из конъезда хочет валить я просто пытаюсь понять каким боком это для агентства полезно то что для сайон это клево это понятно про нее поговорили про айдол пошумели а в очередной раз все вспомнили о том что вот сайон опять же куба нужна но не наоборот в изрядной степени а каким боком это полезно куба я не понимаю поэтому я не представляю себе вселенную в приходится и он и такая говорит а можно я вставлю строчку про то с намеком то что я от вас валю в ноябре а куб такие конечно можно единственное что она могла поставить перри фактом ребята я спою они таки не надо а так и надо сейчас и таки спела именно здесь должна быть картинка волка и сейчас спою это намек на монтаж соответственно мне кажется это более вероятно либо на вообще в тайне от них это просто чего либо просто поставил перед фактом и все и кубу датки мы все знали и мы были согласны с этим а что они скажут но могу ошибаться можем ошибаться но в любом случае эта ситуация и первоначальные некорректные слухи оба заявления куба породили слухи о том что все таки а куда же может уйти сайон из куба и началась история про то что сайон возможно может перейти в киузи интертеймент это напоминаем дочерка хайба которую в свое время открыл зико из блок б вот то что зика они дружат ну то есть информация то что ну вот скорее всего у него хорошие отношения она вот потенциально может перейти туда и вообще у ней в киузи сейчас продюсерская команда pop time которая раньше видимо работала с сайон или прям с джи айдл группой вот и соответственно людишки такие начали вдруг она перейдет туда но там разделилась естественно мнение с одной стороны то что ну почему бы нет там наверное у нее случится как что-то хорошее с дико может случиться да с совместном творчестве кто-то говорит наоборот что ну окей хорошо если она уйдет из кьюб но типа дочерка хайб сайон не надо вот вот мол это какой-то короче шлейф сейчас за хайбом прям жестко такой тянется то что люди такие типа чур-чур от хайба вот вот такая вот сейчас это такая немножечко радиоактивное место хайб лучше не пока не связываться напрямую вот так вот прям ну а ты что думаешь как сайон это сама не сама санкционирование санкционировала поставил перед фактом да я думаю в принципе сайон реально уже на таком респекте в агентстве что она могла и не санкционировано реально могла и перед делаете потому что ну в любом случае скорее всего они там какие-то предзаписи записывали ну очевидно что кьюб это знали то есть то что это не санкционировано мне кажется маловероятно то что она могла перед фактом поставить то что я буду такое и чего вы мне не скажите я такой буду я могу предположить что такое может быть ну и то что в принципе они могли и сразу согласиться на такие вот идеи от стороны сайон я думаю тоже в принципе могло быть потому что ну они и ухолят и лелеют потому что она грубо говоря за ней на ней как бы кьюб сейчас держится по большому счету ну не только на ней на группе айтл вот не забываем про девчонок то что они они туда вкладку одно собой вот окей хорошо дальше продолжается наша эпопея которая по объему скоро произойдет войну мир и не знаю 10 тонн не какой-нибудь какой-нибудь там блины все x гарри поттера в суммарном месте взяты коим прости господи тайный город и дтп в общем все произойдет потому что каждую неделю у нас новости продолжается терки между хайбом и хайб МХД Банши Хёк Адор и так далее то есть продолжают терки в этот раз терки были по поводу того самого обвинения в сексуальных домогательствах со стороны некого экзекьютив А в сторону некой экзекьютив Б который в прошлый раз как сообщалось что экзекьютив Б вот эта девушка да она сказала что МХД очень займял этот скандал еще книг нехорошо обращалась и в этот раз это все получило развитие в нескольких сразу же направлениях первое направление было в том что во первых девушка опять же публиковала большое сообщение в котором сказала во первых если я правильно понял там много чего а какого черта МХД опубликовала мою личную переписку да то есть действительно это никак не бьется с тем что МХД такая да я не такая я жду трамвая да я вообще нормально я к ней прекрасно отношусь и при этом она раз опубликует личную переписку которая ну она сама жаловалась на то что какого хрена вы публикуете какао ее переписки сливаете она жалуется на хайп и теперь она сама так поступает тоже не очень красиво ну это по-моему очевидно было и прошлый раз вот опять же девушка сказала что она эту переписку сильно подрезала и вырвала из контекста и еще подредактировала так чтобы казалось что все на самом деле по-другому и дальше продолжила рассказывать о том какие там обстоятельства были что ее вот и МХД и этот товарищ экзекативы они всячески там абьюзили и т.д. и т.п. очень много чего не наговорила очень много чего не наговорила потом разумеется опять МХД с ответочкой такая опять же все не так после этого вот такой список достаточно большое письмо по-моему прикола да где список объединений в сторону этой девушки и там есть такие которые могли быть правда есть очень странные там например диспунктов объединения ну вообще она не низшего ранга экзекютив да она высшего ранга заплаты 90 тысяч долларов в год ну это вообще конечно аргумент до эргор а какая разница и она пытается и после этого она там абзац или два посвящает объяснению тому почему многие воспринимали девушку как типа low executive да рэнк что типа вот по разным причинам то все она вообще конфликтная была вообще дура не лечится и с ней сложно всем поэтому все считали что она какая-то лошара низшего звена да в таком плане а на самом деле она не лошара вышла звена с очень крутой зарплатой ну а никому это не напоминает опять же даже хуже на самом деле потому что свое время хайп когда вот изначально МХД начала возникать сторону хайпа хайп стороны МХД хайп говорил вообще-то у этой дамы зарплата такая которая вообще больше никого нет кроме самого банши хека да но это хотя бы было понятно к чему потому что она говорил я бедная несчастная говорили ей блин дали свое агентство и поставили высоченную зарплату она еще хоза такая пытается как бы от нас отпетлять да и с кем-то другим контракт написать а здесь девушка говорит до меня домогались опять же пусть суд разбирается правда не правда а МХД такая а она много денег зарабатывает и она хайранкин офицер вот это да вот все мне кажется как только домогаешься кого-то кто повыше сразу же нужно эти ну сбрасывать и вообще никаких обвинений более того начать ее там выкладывать переписку но она заслужила чё он так много денег получает то есть у тебя уже заложено в статью расходов расходы за моральные ущерби если те кто-то там наносит психологические физически да да а прикинь вот на самом деле поступаешь на работу и тебе когда предлагают повышение примеру и тебе говорят смотри мы тебе платим 50 процентов больше да платили там 50 тысяч долларов в год стали платить по-русски да платили 100 стали 200 но если тебя будет домогаться по закрой это такой сексуальное домогательство на кучу сексуально даришь страховка медицинская дантист там третий десятый сексуальный богат это что значит это я могу нет не ты можешь конечно да и до тебя могут а вот когда ты на следующий уровень перейдешь да уже не 200 тысяч тогда ты можешь 500 тогда и ты можешь да то есть у нас все очень строго прописано если было так это все равно не сработало нигде абсолютно ни в одной стране мира ну более-менее с нормальными законами но это просто смешно очень звучит что она еще там веселого говорила обе стороны там опять не столько наговорили написали очень много говорили да ну как бы мхд опять-таки я белая пушистая я всех спасла я всех примеряла и так что то все что говорят от всего в раке и от всем не правда вот я все там разруливал а и все разрулила и то что вот она сейчас плачется это вообще как бы все она перековерки в этот опять это все ложные обвинение я от бывшей сотрудницы потому что потому что мама чтоб вот вообще это бывшая сотрудница сказала о том что вообще ну как бы так вот если повествования, она и не сразу знала, что, оказывается, МХД использовала скриншоты её переписки там с тем сотрудником и с этой сотрудницей с Минхиджин. Она говорит, мне вообще начали трезвонить мои знакомые, что слушай, а ты давала вообще согласие на то, чтобы МХД опубликовывала в массы эти переписки, и вообще, ну, как бы правда, то, что она пишет или нет, то есть она вот узнала вообще от других людей, что вот такая ситуация, она говорит, я ничего, никакое добро этому не давала, она у меня никакого разрешения не спрашивала, и вообще, как бы, я до сих пор не получила никаких извинений от неё. Она сейчас пытается с помощью меня обелиться, с помощью этих скриншотов, на которые я, как бы, добро не давала, так сказать. Вот, и вообще она говорит, эта ситуация была, когда вот это разбирательство происходило зимой, ой, да, зимой-весной, получается, это происходило в 24-м году, она вообще, говорит, хотела замять всё это, то есть она вот реально была, ну, как бы, опять-таки, реальная. Со слов этой сотрудницы бывшей, да, мы не знаем, насколько это она тоже правдиво всё это, но с её вот стороны она преподносит так, что она, ну, не прикрыта была на стороне этого господина А, потому что они хотели прикрыть всё это дело, вот, и то, что она там ну, сказала вот со своей стороны, когда вот эти вот все скриншоты опубликовывала, она говорила то, что я провела вот этот вот, типа, стол переговоров, так сказать, я была посредником в урегулировании этого конфликта, она говорит, на самом деле вообще она не участвовала в урегулировании никаком, единственное, ну, в смысле, единственное её участие непосредственно общение со мной в этой ситуации, ну, вот такое, типа, что урегулирование, это вот когда там они прощались, грубо говоря, когда я увольнялась, то есть она хотела, ну, то есть она хотела, мол, замять это всё дело, И они там неприкрыто меня оскорбляли И газлайтили, грубо говоря Вот То, что когда это передавалось в хайп Ну, так как, видимо, они Видимо, хайповская сторона Тоже как-то должна была поучаствовать в этой истории То есть они там какой-то отчет о том, что Эта ситуация была урегулирована Хайп сказал, что да, действительно, никаких Точных таких Доказательств нет того, чтобы Сказать, что да, действительно, было Это сексуальное домогательство Непосредственно, да, то есть такая Какая-то, видимо, двоякая или сложная ситуация Где нельзя объективные оценки дать Но, мол, вот Предупреждение мы этому гражданину А можем выписать, и оказывается Минхиджин, со слов этой сотрудницы Настоял на том, что не нужно Этому гражданину никакого Ну, то есть вот со стороны хайп было Предложение, давайте выпишем Предупреждение, строгое предупреждение Минхиджин сказал, не надо Какого ему предупреждения А вот это вот сотрудницы предложили Якобы вот этот гражданин Господин А Предложил повышение Этой сотрудницы Я так понимаю, что если бы там было Дело, ну, как бы Ну, необоснованное Никто бы ей никакое повышение Не предлагал Вот Ну, да Теоретически, конечно, могло быть Предложение, чтобы она Предположим Возьмем сторону временного адвоката Дело и сторону МХД возьмем Сотрудница совершенно ненормальная Да, она просто на всех бросает Ни с кем работать нормально не может Обвинение всех направо-налево Он в мою сторону посмотрел В прошлый раз я говорил Такие люди бывают Просто, как бы, не очень понятно Почему я так долго работал Вот, тогда Ну, почему она, в принципе, работала Больше, чем, там, пол-две недели Потому что две недели, мне кажется Такие, там, за месяц видно Что вот человек очень конфликтный Точнее, сразу же говоришь До свидания и всего хорошего Ну, ладно Предположим Тогда могли просто выйти Слушать, давай дадим повышение Чтобы она перестала просто орать А потом как-нибудь Задним числом уволим Это тупое решение Но я могу представить Какую-нибудь корпорацию Которая просто хочет Тих-тих-тих Давайте просто успокоимся И все Давайте ее немножко Заткнем на время Да, а потом, может, как-то Все само пройдет Но, с другой стороны Да, опять же Если подумать Ты ей даешь еще большую власть Еще на большую позицию Она при этом все равно Обвиняла кого-то из ваших сотрудников В том, что он ее сексуально домогался И вы что думаете Что она, допустим, там, месяц-другой помолчит А потом ей что-то еще не понравится Она это Она после этого скажет Посмотрите, мне даже Рот заткнуть пытались Меня повысили Да, в таком плане Там первее, чем Какие-то другие, допустим Людей Это странно Действительно звучало бы Так что, да Я тоже не очень верю Что это было В принципе Вот Касательно, опять же Да, продолжаем Я хотела, ну, как бы Новую вводную, так сказать Добавить в это все Что оказалось Что этот вот Гражданин А Руководитель Который якобы Домогался Это тот же человек Который предлагал Ну, которого, точнее Обвиняют вместе с МХД В заговоре С целью захвата контроля На Додор То есть Теперь Как будто бы Это немножечко Приоткрывает завесу тайны И почему она так за него трясется За этого дядечку Вот Да, это на самом деле Многое объясняет Опять же, мы еще не знаем Правда это или нет Но объясняет реально очень многое У меня, опять же, к позиции МХД Когда она навалила кучу Вот обвинений В сторону Этой сотрудницы Типа И работа Работница Она так себе И вот ее там Чуть не уваживали Читают Лоу-рэнкинг Да, и т.д. и т.п. И вообще Она очень конфликтная И так далее У меня всегда такой вопрос Типа Ты ее держишь Там нафига В принципе Зачем ты ее вообще держала Зачем ты ей дала такую Как она говорит Там высочайшую позицию С огромной зарплатой Обычно они да Отрабатывают Каким бог она заслужила Да, в Корее Конечно Ты сначала Требуют Если у тебя большая зарплата То ты должен ее отрабатывать Да, это везде Это ты можешь попасть На высокую зарплату Если ты высочайший специалист Тебя там хорошенько Посотрудничать Либо ты там чей-то знакомый Либо еще что-то Да Либо опять же Ты, например, уже переходишь С какой-то очень высокой зарплаты На еще более высокую С другой компанией С похожей должностью К примеру Или, черт возьми Ты поступил на умеренную зарплату Потом просто пробился В этом самом Раз ты пробился Скорее всего Скорее всего Либо ты очень хороший работник Либо тебя каким-то макаром Ты всех умудряешься убедить В том, что ты хороший работник Да И я могу понять людей Которые, например Как просто сотрудники Они говорят Вот это Или этот Он умудрился как-то Любую жопу, простите Безмыло залезть И постоянно повышался по уровню Получал денег больше А на самом деле Он, допустим, простите Просто подвизывался Очень хорошо к начальству Но когда начальство такое говорит Это немножко шизофрении Одна, с одной стороны Так себе работник Так себе человек А с другой стороны У нее высочайшая зарплата И она вообще High-ranking officer А какого черта Вы ее там держите Тогда не очень понятно Ну, в принципе Это же бред Опять же Если это имеет место быть Объясни Дорогая МХД Или кто-то там еще Да Почему вы ее держали Не уволили давно За то, что нафиговая Сорудница очень конфликтная И вам плохую атмосферу Сыдает и дтп Объясни Я, например, теоретически Могу объяснить конкретно По пунктам Почему у меня, допустим Где-то в моих Начинаниях работали люди Которые конфликтные Кого-то я, например, могу сказать Да, человек конфликтный Но он, допустим Очень классно делал Вот эту вещь конкретную Я его, ее держал Из-за этого И поэтому, долго говорим Допустим, не расставался с ним Да Потом, когда мне это достало Я сказал Всего хорошего До свидания А так обычно люди Которые плохо работают Задерживаются у меня К примеру Ну, и больше ничем Не слабны Вообще никак Задерживаются Неделя Две Вместе с ними Очень вообще не до того И потом через месяц Типа всего хорошего До свидания Предполагается Что в компаниях Типа Adore и Hype Несколько строже условия Несколько выше стандарта Чем меня на КГ-портале И т.д. и т.п. А судя по описанию МХД Там вообще страшное творится Так что, да И вот эта фишка Что чувак Он на самом деле Участвовал В заговоре Если, опять же, это правда Да, это настолько много объясняет Что просто дальше Ну да, если это правда Тогда ясно Тот чувак Это вот самый главный персонаж По сути После шамана Можно сказать В ее переписках С которым они Нас поправили, кстати, да В комментариях Да Мы действительно Когда говорили про шамана Мы когда-то В прошлые разы говорили Что это девушка шаман Вот В прошлые разы Начали говорить он Скажем так Ты сказала Он шаман Я не поправил Потому что у меня в голове Такой, может, девушка Да не, я уже забыл на самом деле Может, ты А я путаю А нас поправили Что это девушка Да, это девушка шаман Девушка шаман Просто до сих пор В голове все это не укладывается Шаманка Шаманка Давай ее называть шаманкой Да, да Шаманка Да, 21 век Ой, Павел Какие шаманы Какие шаманки Ну, не будем забывать Что Корея достаточно суеверная Такая страна Да, то есть У них там И у всех там Конгломератов Свой личный шаман Имеется Какой-нибудь Потомственный Который вот Из поколения в поколение Всех их То есть Династии этих шаманов Вот эту вот Династию вот этой семьи Консультирует По всем вопросам Поэтому, в принципе, неудивительно С другой стороны Ну, как бы, да Такая прогрессивная Женщина такая, да Ну, ладно Это на ее совесть остается Вернемся к этому мужчине То есть Она Он Она Он Все, у меня уже все спуталось Он был вот этот вот Второй, по сути Персонаж Который В ее переписках Засвечивался Да С которым Они вот Шу-шу-шу А вот надо вот До прихода Биттиес из армии А вот Вот так вот Можно сделать А вот с теми-то Нужно перетереть Вот То есть Это вот Который ей там Вот чертик на плече Нашептал Он там какой-то Гениальный Бухгалтер Вроде бы как Вот Который ей там Подсказывал Че как Можно сделать Ну то есть Они вот на этом Сошлись На этих интересах То что Он может подсказать как А у нее есть Запрос Конкретно на что Чтобы он ее проконсультировал И то есть У них вот Тесные связи Якобы Опять-таки Да Из-за тех Переписок Которым мы С которыми Мы ознакомились Уже на протяжении Полгода Мы с ними знакомимся Вот Поэтому в принципе Если Ну В курс Точнее Во главу угла Ставить Знание То что Это тот дядечка То можно предположить Что Эту девушку Действительно Как бы Могли там Немножечко Шу-шу-шу Потому что Они между собой Вась-вась Вот Что она его могла покрывать Что она Вот По настоянию Хайба Предлагали ему Сделать строгое предупреждение Она сказала Не надо ему Никаких строгих предупреждений А это моя карифана Вот Включись в звук Не слышу Он хороший Да Он хороший А она плохая Он няша Да Ждем Опять же Я считаю так Все карты на стол Если МХД Решил вываливать Лишние переписки Вываливай Все Говорится Гуляй рванино В данном случае Вот Просто вываливай Всю подноготную Чтоб всем было видно Какая нехорошая сотрудница А если уж начала Тебя вести не очень Этично Да По поводу публикации Чужих переписок Ну продолжай Чего же останавливаться Чтобы действительно Всю правду открыть А то вот Чуть-чуть опубликовала Что-то поврезала И типа Смотрите Она плохая Ну Нет Так не работает Это работает в обе стороны Твои переписки Тоже сливает Как видишь Это правда Да И тогда странно Опять же Возмущаться По этому поводу Потому что Сама так себя Ведешь Окей А пока Мы еще вернемся Чуть-чуть Получается К МХД Ну все в том же Где-то квартале Мы находимся Территориально Потому что Мы переходим К Хайбу Ух Да Во-первых Проблемы у Хайба Конкретно У Баншихёка Потому что Его прям Комиссия По Честной торговле Расследует Там С тех пор Не разобрался Я вот что-то тоже Если честно Не поняла Потому что Я так понимаю Какая-то новость Статья должна была Предшествовать этой Но я ее почему-то Не нашла Короче Видимо Хайб Подавали Какие-то Отчеты Да Какие-то данные О продажах О тратах О финансах И все такое Вот А конкретно В этой статье Говорится Что они уже Как будто Попредоставляют Повторные Скорректированные Ну Скорректированные Отчеты Вот Где Типа Простое упущение Якобы было допущено Когда они Предоставили Первоначальные Неправильные Отчеты И вот им Пришлось Переделывать И за это Упущение Простое Вот Где там Видимо Были сокрыты Какие-то Расходы Доходы И что-либо Еще Банши Хёку Грозит Уколовное Наказание Вот Такие Вот Дела То есть Там Не раскрыли Какую-то Информацию О доходах Где-то В Америке Дочерка У них Какая-то Есть Что он Там Банши Хёк Какой-то Особняк Купил Да Дорогущий И поэтому Что-то Он не внес Информацию В общем Там По-моему Комиссия Сказала Что Мы Во-первых Все равно Проследуем Потому что Может он По-своей воле Это дело Информацию Унес Потому что Он сильно Опоздал Спустя Два Месяца На 10 дней Он просрочил Внесение Информации Т.д. Т.п. Вот И мол Если Особенно Они еще раз Попытаются Что-то такое Сделают То мы Прямо Вообще Накажем Что-то В этом Роде Потому что Да Если Дополнение К аффилированным Лицам Которых Хайп Добровольно Сообщил В этот раз Будут Упыщены Дополнительные Аффилированные Лица Их активы Будут Всключены Расчеты Что Ты мне Удастся Держать Наказание Короче Еще раз И в глаз Примерно Так Сказала Комиссия Примерно Так Тут Тоже Странный Момент Потому что Да Я охотно Верю Что хайп Со товарищей Периодически И другие компании Пытаются Как-то Налогов Уйти Здесь Траты Убрать Здесь Траты Убрать Сейчас Просто Внимание Приковано Поэтому Плохая Идея Так поступать На самом деле Нужно Прям быть Чище воды Тише воды Ниже травы С другой стороны Если они уже Подали Корректировку То окей Я дико извиняюсь Я поскольку Сам с налоговой Периодически Общаюсь Я периодически Подаю Корректировку Потому что Я знаю Что этим должны Занимать Специальные люди Но Нанимать Для моих Не таких Больших доходов Специального Бухгалтера Не очень хочу Иногда Что-нибудь Там Налоговое Придумаю А мы тебе По-другому Считаем И ты им подаешь А они тебе Пишут А ты какую-то Хрень подал А ты не скажешь Что у нас В начале года Вообще Статья выходила И вообще Закон поменяли И ты вообще Нам еще В три раза Больше платить Почти Там Самое что тупое Ты обычно Там должен Лишний рубль Или меньше рубля Наоборот Они тебе должны Типа того Они за тобой Еще будут Потом два месяца Гоняться И тебе эти Два рубля Вручить Тебе мозг Вынесут Ты еще виноват Окажется Что они Что-то неправильно Посчитали И у меня Прям последний раз Так и было Я подал декларацию Подал вовремя Спустя месяц Мне приходит Письмо из налоговой Типа Вы все У вас все неправильно Я там приезжаю Говорю Какого хрена Чего у меня неправильно Говорят Все Я говорю Все быть не может На этой странице Вся вот эта страница Вот натурально Я общался с инспектором Который вместо помощи Мне просто говорю У вас все неправильно Я говорю Вот здесь четыре пункта Первый физически Не может быть неправильно Физически Физически Я говорю Вося неправильно В итоге Мы просто там Чуть у меня мозг Не взорвался Мы сидели с мамой Думали Считали Пересчитали Посчитали там По тупому Как-то Подал Я теперь опять же жду Они мне скажут Правильная корректировка Или неправильно Я представляю Что сейчас проходят Два месяца Такие А мы проводим расследование В адрес Михаила Судакова Который осознанно Подал неправильную декларацию О доходах Это он не просто так И он скотина такая Исправил Только после того Мы ему сказали И не сразу А я натурально Не сразу исправил Я через месяц Получил эту радость Я только через там Две недели У меня получилась Возможность туда доехать Мне еще после этого Сказали Пошел в жопу Мы тебе ничего Объяснять не будем И еще только через неделю Я наконец-то подал Исправленную декларацию Вот у меня Настолько сейчас Похожая история На Банш Йока Могу понять Просто Масштабы немножечко разные У него там как бы Штат по-любому Да, да, да Подразумевает То, что у него есть Ответственные люди Которые как бы Не тупые там сидят И прям за Ай-ай-ай Нила Можно подумать Никто не знаком С современным Уровнем Компетентности Вообще Во всех компаниях Он По-моему Сейчас рекордно низок Просто Улажают все Все Посмотрите Что там хайпередически творит Посмотрите Что МХД творит Просто посмотрите На их срач публичный И вы считаете Что там сплошные Профессионалы работают Нет Нет Опять же Я не исключаю Что просто Пытались утаить Это тупо Но не исключая того Что лопухнулись Им сказали Ай-яй-яй И сказали Твою мать Точно И справились Ну и теперь Будем наблюдать В принципе Как бы Может быть такое Что действительно Они что-то Пытались Махинаты Допускаем Допускаем И в принципе То что Допускаем В любом случае Как бы В хайбе Нынче Времена тяжелые Так сказать Со всех сторон Пумет на них Летит Ото всех Поэтому может быть Напряженная обстановка И в коллективах И шапка сверху давит Сотрудники В каком-нибудь Не в минозе просто И просто Человеческий фактор Действительно Могла быть Вот такая вот Случайная оплошность Поэтому Мы тут Как бы Не морализатор Так сказать Судить никого Не будем Вот Время покажет Как говорится Что там Кто там Это правда А дальше Продолжается У нас Бяда У нас попал Суперскандал Да Шуга Шуга попал Скандал Конечно Очень глупый Максимально глупый Глупее Просто не придумать Капец Шуга Шуга Балбес Конечно страшно Вообще Что сделал Шуга Шуга Что-то там праздновал Бухнул Я бы даже сказал Прибухнул Я бы даже сказал От души прибухнул И не придумал Ничего умея Как сесть на самокат Электронный скутер Нет Электронный скутер Это большая разница Это еще повод Для пяти новостей Дополнительных Сел на Электрический скутер И поехал И вроде как Даже доехал Плюс минут до кого-то А потом не смог Припарковаться У него скутер упал Сам он вместе с ним упал Рядом Магическим образом Объявился полицейский Который ему помог подняться И такой Да ты ж Бухой Его Под белые ручки Куда следует Проверили дозу алкоголя Как потом Опять же Это уже там Седьмая новость По счету Доза алкоголя Шуги В семь раз превышала Нормированную дозу Чем вот должно Ну вообще Норма должна быть Очень мизерная Поэтому он Такое Звучит так Как будто он просто Был мертвецкий пьяный И странно Что он в принципе Подняться смог Скорее всего Просто был Пьяный Пьяный дурак Зачем ты за скутер Кто-то сел дурел Серьезно Блин Что-то тебе на машине Не доехать Я не понимаю Никого он не убил Сам не покалечился Частную собственность Государственную собственность Городскую Не порушил Пострадало только его Как бы эго Потенциально пострадает Его репутация Очень сильно Кошелек пострадает Это ДТП И очень сильно пострадает Репутация Бехита Разумеется И БТС Слава богу Никого не сбил И БТС Да Само собой С одной стороны Ну Никого не сбил Никого не убил Слава богу С другой стороны Но это все-таки Шуга Это все-таки представитель БТС Это все-таки Айдол На которого должна Молодежь и прочее равняться Конечно Показывать пример молодежи Которая тоже катается На скутерах На самокате И так далее Что я нормально Я бухой поеду Но это очень плохая идея Чувак Нужно башкой Немножечко думать Само собой И вот тут просто Полилось из всех корыт Бехи тоже И сами Шуга Не помогли То есть они сначала Опубликовали извинения Мол Дико извиняемся Некрасивая ситуация Слава богу Никого не убили Никого не побили Ничего не сломали Шуга просто Он на электрическом Самокате Самокате Но у них это сказано было Типа Кик Электроник Кикборд Типа того Ну фактически Электрический самокат Все правильно На электросамокате Он катался И вот как-то Неправильно припарковался Опять же тоже Может быть Он неправильно припарковался Какого-то въехал Просто натурально Просто ничего не сбил Никого не задел А ощущение По изначальному сообщению Было Что вот он вроде Когда ехал нормально Начал самокат ставить, он у него как-то раз и упал. И он сам тоже как-то упал. Ну, мелочь. Просто он отряхнулся и пошел домой. И даже не выргался ни разу. Полицейский просто по плечу похлопал и все. А потом начал народ смотреть видео, которые опубликовали достаточно быстро. А там не электрический самокат, а там натурально скутер. Это вот эта дура, на которой сейчас катаются, например, эти наши всякие доставщики. Бесит они меня чудовище страшно. А самокатчики тоже разные бывают, да? Но когда чувак катается натурально, особенно по тротуару на вот чуть ли не мотоцикле, меня это просто вымораживает, да-да-да. И все такие, а вы врали? Зачем? Ну да, то есть вы пытались... Принизили масштаб, так сказать. Пытались, ну так, занизить уровень ответственности, так сказать. И как бы сначала Биг Хит сказал, и потом и Шуга сказал. И вообще Шуга такой, ой, ну я был немножко пьяненький, что-то не подумал, что это может как-то на пьяную голову. Как-то мысля не пришла умная, то, что это может как-то плохо вылиться. И вот вылилось вот то, что вылилось. Вот, поэтому вроде извинился, а тут такие, ах, ты принизил масштаб беды, и Биг Хит принизил масштаб беды. Вот, и да, то есть сейчас, получается, грозит уголовное расследование, получается, Шуги. Да, то, что он принизил масштаб беды насчет того, что я вообще никого не заделал, это как раз разумно, да. Все нормально, мы никого не убили, никого не покалечились, сами не покалечились, ну так получилось, извините, да, вступили. Но то, что они начали прям натурально брехать по поводу того, это электросамокат или электроскутер, это две большие разницы натурально, да. Прям большие разницы. Биг Хит такие, мы не разобрали ситуации, мы-то думали, что это скутер складной, у которого просто есть пристегивающаяся сидушка. Да, такие есть. Я не понимаю смысла этого устройства вообще. Больше я не понимаю только электросвелосипеды, которые именно прокатные. Есть нормальные велосипеды, а есть прокатные, на которые скорость выше, чем 20 км в час, все равно развить не можешь никак, выглядишь как полный идиот, это дико неудобно. Но это хрень, которую ты вроде как самокат, вроде как сидишь, ну, блин, ты хотя бы постой, не знаю, ну, серьезно, что сделать такие. Вообще непонятная вещь, ну, допустим, они пытались сделать такие, а мы думали, это оно, а это оказалось обычный скутер. Ну, это же две большие разницы, они визуально выглядят по-другому. Что, Шуга не знал, на чем он ехал, не мог он не знать. Биг Хит не знал, на чем Шуга ехал, тоже не мог не знать. Либо им Шуга набрехал, либо они Шуге, скорее всего, сказали, вот это пиши, дорогой друг. Так это будет менее заметно. Может, они не думали, что это потом в интернету плывет запись видео, фиксация нарушения самого по себе. Там качество паршива, но видно, что он на натуральном электрическом скутере. И вот народ выбесился даже, наверное, мне кажется, из-за того, что он пьяный катался на... Подлило масло в огонь, то, что они действительно чуть-чуть это... Утаили некоторые подобности. Пытались съехать, да-да-да. Пытались немножечко набрехать, и таки набрехали. А потом пришлось отмазываться и говорить, ой-ой-ой-ой, мы-то вообще ничего... Пикантность ситуации добавляет еще и то, что Шука технически находится в армии. Технически. На службе он находится. И там увольят его из службы. А эти, ну, как бы, военные, военно-ответственные сказали, он был не на службе, это было свободное время его, поэтому мы не можем на него ругаться, потому что он был в нерабочее время. Если бы он был в рабочее время, то мы бы его наругали, а так мы его не будем ругать. И там гражданская жалоба, мол, ну, а как вы можете ничего ему не предписать, никаких там, не знаю, короче, а-та-та, почему ему не делаете? Ведь он после вот этого Бухича же на следующий день на службу пошел. Значит, он плохо работал. Значит, нужна жалоба. Значит, нужно наказание. Ну, короче, там сейчас из всех утюгов понос, конечно, льется. Но, естественно, я понимаю, то, что за как бы в нетрезвом виде, это, естественно, как бы никто не проходил мимо этого. То есть, если ты был улечен в этом, естественно, ушат от своих и фанатов, и недругов ты получишь в любом случае. Потому что, ну, очень была опрометчивая, глупая, и какая-то, ну, прям, ну, Шуга, елки-палки, ты первый день в кей-поп индустрии, ну, ты же знал, чем это закончится. Тем более, тем более он попадал в преддебютное время на скутере, в аварию, который, после которой, там, спустя туева-кукуева времени он делал операцию, из-за которой он потом не попал на службу в нормальные войска, а в специальную службу проходит, да, вот эту ограниченную, где, как бы, не надо там сильно служить. Грубо говоря, как на работу ходит, вот, на военную службу свою. То есть, ты из-за этого, конкретно из-за ситуации на скутере и потом операции, получал ушат, как бы, негатива, потому что говорили, что он спланировал свою вот эту аварию, чтобы потом не ходить в армию, и потом садишься на скутер пьяный. И, ну, беда-беда, Шуга, беда-беда. Ну, прям вот, надо добавить серого вещества в головушку. Это правда. Нельзя так делать, нельзя так делать. Ну, а потом пошла информация, там появился некий социальный работник, да, потому что он же социальной службой занимается, Шугой, который сказал, ну, это было ожидаемо, правда-неправда, в данном случае уже неважно, потому что даже если бы это было неправда, все равно бы такой человек появился, мне кажется, который сказал, да, Шуга к этим обязанностям относится спустя рукава. Он вообще балбес, баклан, работать не хочет, т.д. и т.п. Ну, и еще вот товарищ, который подал кляузу, собственно говоря, там, в полицию, точнее, к военным, да, в армию, что, мол, а вот, а вдруг, а вдруг он на следующий день выполнял свою обязанность не очень хорошо. Это, конечно, странная логика, а вдруг, а вдруг не. Ну, да, предположение такое. Но тут, разумеется, появился это. Теоретически он мог плохо отработать, поэтому теоретически, не теоретически, фактически накажите. Да, вот это очень странный подход, конечно, ну, да, ладно, всякое бывает, но вот сразу же появился человек, который сказал, нет, он работал, хи, рова. Так что, ай-яй, и вот продолжается, разумеется. Я могу предположить, что это мог вообще и не сотрудник написать какой-то, а просто кто-то, кто-то, конечно же. Просто чувак, который не особо любит. Учитывая, что война сейчас в медиа идет против хайп тоже, да, неважно от кого, от любого недоброжелателя, да, любой может прикинуть социальным работникам или подговорить какого-нибудь социального работника, мол, ты же работаешь, ну, напиши, напиши, мы тебе денежку дадим. Вот, так что, и как бы фанаты, естественно, пришли с венками в очередной раз. Здание хайп нынче популярное. Локация для того, чтобы выставить венки, чтобы Шуга пшел с группы. Ну, это ожидаемо, в целом, я тут даже как бы не удивлена вообще нисколечко, потому что, естественно, фанаты это кто? Они тебя возносят, они тебя, случись чего, немножечко не входящая в рамки дозволенного по мнению Нитизенов. Ну, ладно, очевидно, это ситуация по мнению не только Нитизенов, а в целом, ну, как бы, не очень хорошая ситуация, да, ну, как бы, это законом наказуемо, поэтому по делам, по сути, как бы то, что какое-то он наказание понесет, да, ну, то есть у него же там лицензию отобрали, права, все дела, как бы это, естественно, он этого заслужил, вот, но то, что, как бы, эти фанаты поворачиваются спиной к тебе сразу же и вилами на тебя идут, это ожидаемо всегда так происходит. К тому же я подозреваю, что это саластенки других мемберов, вот и все. Может быть, ну, во-первых, они, либо это, это и саластенки, это и, возможно, люди, которые аффилированы, там, с условной МХД или просто людьми, которые не очень любят хайп и которые хотят против хайпа что-нибудь там такое нехорошее сделать. Вот, я не очень верю, что это бывшие фанаты шуги, которые так разочаровали, что, блин, сразу же купили венки и поперлись, давайте гоните его в шеи с БТС. Ну, может, и есть такие, конечно, какие-то совсем хорошие. Кстати говоря, как бы корейским нитизенам это вообще отдельная каста людей, о, нитизен, я говорю, корейские фанаты, вообще отдельная каста людей, потому что они вот реально, типа, если помешаны, то если ты чуть-чуть подорвал их доверие, то они реально могут загреться. Я была свидетелем, когда был скандал, когда только Джей из ДСХ ушел в ТикТок, еще тогда работал, вот, он, там, короче, произошла возня, он типа, о, я теперь соло-артист, я теперь могу материться, и там какую-то свою подругу Джейми, по-моему, айдол соло, вот, он ее типа там, типа, что-то типа шлюхи назвал, короче, ну, вот она так одевается, как будто хочет быть шлюхой, ну, вот что-то, короче, такое, извиняюсь за мой французский, но как бы надо дословно, чтобы понимать контекст, вот, и я потом видела в ТикТоке фанатов русскоязычных, которые на полном серьезе, все, я распродаю свой биндер с карточками Дже, потому что, ну, конечно, я не могу больше его стынить, это какой-то ужас, ну, то есть, это, ну, как бы, ну, в общем, да. Ну, я понимаю, конечно, что он не тоже некрасиво поступил, но, то есть, это в русском сообществе есть, ну, конечно, я понимаю, ну, ладно, ты больше не поддержишь идеологию, но прям вот так вот в массы, что я все больше никогда ни за что, ну, вот это вот так немножечко, ну, как-то романтизировать вот эту вот всю историю, то, что это мой пиас, и если он чуть-чуть не такой, как мне кажется, то все, из глаз, здоровье, сердце вон, а корейцы, это гипертрофированная у них история еще там в разы, в тысячи раз больше, вот, поэтому я могу предполагать, что это реально соло Станира могут такое делать. После этого у фанатов кукуху снесло еще раз со всех сторон абсолютно, они продолжили бузить, причем яростно бузить. На всех подряд. Во-первых, да, на всех подряд, просто капец. Во-первых, досталось РМ. Почему досталось РМ? Потому что он скотина такая, не подумав о Шуге, он взял и у себя в Инстаграме какие-то сторисы постишь. В то время, как развивался такой скандал, все-таки, ах ты скотина, ты должен вообще как-то реагировать или сопереживать, наоборот, а ты вот какие-то у себя сторисы постишь. Ну, разумные позиции, конечно, типа, допустим, он не знал или был запланирован или еще что-то, он не обязан вообще нон-стоп он следит по новостным сайтам читать, это наша задача, а не РМовская. Но фанатов, конечно, не остановить, типа, ах ты гад такой, что ты за нечистительная скотина. Это раз. Вторые досталось чуваку из Савантин, да? Это вообще потрясающе. Здесь я вообще готова рвать, метать, потому что, Ой, какие дебилы. Во-первых, короче, для не знающих ситуацию, BSS, юнит, семнашек, они сейчас являются амбассадорами пива КАС, по-моему, да, он называется? Да-да-да. Вот, и у них как раз недавно, в конце июля только началась ну, вот эта промо-компания, они везде рекламируют, реклама-реклама, естественно, у них контрактом прописано, что они должны выкладывать некоторый контент вместе с продуктом, который они рекламируют. И, ну, вот так вот совпало, то есть, ну, никто же, блин, из плэдис не знали, что Шуга возьмет и решит набухаться, извините меня, вот, чтобы приостановить резко все свои, как бы, обязательства по контрактам рекламным. Вот, соответственно, как бы, Сен-Кван выкладывает фотографию с пивом, вот, недалекие армии увидели в этом какой-то, короче, сарказм в сторону Шуги, подкол, да, что, вот, ах ты такой, вот у нас с Шугой такая беда, а ты имеешь право в своем инстаграме рекламировать товар, ну, в смысле, алкогольный напиток, это что вообще такое? А не до такого дошло, то, что у него в инстаграме есть закрепленный, закрепленный пост в памяти Мунбина из Астро, который в прошлом году умер, он его лучший друг из айдолов был, вот, и они ему там начали, короче, вот, под этим постом, постом, ну, как бы в честь памяти, да, лучшего друга, начали ему, типа, желать там смерти, мол, что отправляйся вслед за Мунбином, и, короче, у меня, мы как бы с подругой очень сильно любим Севентин, она сейчас, ну, так подбирается, Сен-Кван у нее в бьесы, в топы бьесов, она говорит, меня аж тошнит, говорит, от этой ситуации, ну, вот, насколько надо быть мразями, я понимаю, вы переживаете за своего, ну, как бы, айдола, за своего бьеса, но вот настолько, чтобы у вас кукуха поехала, это вот, это просто опухоль фандома, я считаю, вот эти вот люди, вот эти вот, которые там... Абсолютнейший опухоль фандома, потому что это конченные люди, более того, если бы, если бы он, даже если бы, этот товарищ написал бы, просто не имеющий отношения к, не имеющий отношения к рекламе, просто, знаешь, комментарии, ребят, пожалуйста, не катайтесь, выпив, просто допустим полз, это я предполагаю, и то, что здесь можно переедить, кроме того, что он полностью, на 200% прав, если бы он не написал, типа, шуга, козел, я так и знал, что до этого, и тогда просто, типа, ребят, не делайте так, потому что действительно, ну, там, например, может, там, сопереживающий, чуваки, ну, не делайте так, не убивайте себе карьеру, и так далее, даже если это было так, не было ни единой причины, на него агриться, но учитывая, что это тупо реклама, с правильной подписью, что ребята, для беременности, а вот интересно, вот тупое уведомление о том, что при беременности пить нельзя, это в, этот, укола адреса кого, давайте найдем какую-нибудь айдолшу, у которой, например, беременна, может, это он про нее говорит, ну, такая чушь, просто сказочная, я тоже читал, такой, да ладно, нашлись идиоты, которые так подумали, нашлись, конечно, конечно, идиоты всегда найдутся, феерическая, абсолютно, бедный чувак, надеюсь, он его не сильно заделился. Я очень переживательно за Сен-Квана, потому что он в целом, как бы, после трагедии с Мунбином, он там и Хиатус брал, потому что очень сильно переживал эту историю, а тут просто, ну, как бы, осквернять память, просто приписывать какой-то, блин, инцидент с мембером другой группы, которым они никак не связаны, кроме того, что у них, как бы, ну, как бы, главенствующая компания, они там, вот, дочерки, в каких-то разных дочерках находятся, и что он вообще, я понимаю, вы там не разобрались, то, что это реклама, но вообще, какого хрена писать? Вообще, Сен-Кван из другой группы, он ничем не обязан, Шуги, допустим, кроме того, что они там должны как-то, пересекаясь, ну, хорошо взаимодействовать, да, то есть, дружить они не обязаны, он его, как бы, поддерживать прям в доску, тоже не обязан, короче, я прям, была, крайней агрессия в этот день, когда видела эти новости, ну, это, это просто кошмар, это такое кощунство, это насколько надо отбитым быть, чтобы вообще подумать, чтобы, чтобы, имеете право вообще такой трэш творить. фу, до караул, дошлись потрясающие люди, которые обвинили во всем истории с Шугой, как мы думали, конечно, МХД, потому что, ну, раз она странная личная, значит, на нее нужно всех собак валить абсолютно, потому что там народ такой, а вот какого черта, именно в том месте, где Шуга вот выпил и поехал, оказался полицейский, их же там обычно нет, а он оказался, а может его, знаешь, я ни на что не намекаю, но я намекаю. Три буквы, да? и там реально натурально МХД, я такой тоже читаю, елы-палы, там реально таких постов, ни один, ни два, и даже не три, то есть находятся люди, которые искренне, да, 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 и находятся люди, которые считают, что вот эта теория заговора, ну, это уже сказочная идиотия, да, если ты допустишь, что МХД их не любит, она максимум сейчас сидит и радуется, ха-ха-ха, в таком хайпе нужно, да, и то не факт, я думаю, ей плевать, но считать, что она построила, полицейского туда подвела, вот типа здесь, в этом месте, Шуга не справится с управлением, с парковкой, упадет вместо своим там скутером-самокатом, и вот тут его подбилы ручники, или как, или она гналась на машине за ним, может на другом самокате, вот ехал МХД, сзади стоял полицейский, или наоборот, они переследовали Шугу, только Шуга, как их, они сначала его поили, конечно же, это очевидно, да, потом нашептали в ухо, скутер, скутер, да, вас-то хадаш скутер, музыку, может включили опять же от скутера, он такой поехал, и они его, ха-ха-ха, поймали тебя, гаденыш, ну блин, ну да, еще и по их логике, если она сказала, где надо встать полицейским, как она могла знать, что он прям точно будет выпивать, значит она еще и опоить его должна была, а Шуга-то говорит, что он вообще максимум стаканчик пива выпивает, и скорее всего она там что-то ему подмешала, потому что от стакана пива так не отменеешь, поэтому тут еще одни, конспирология новый виток набирает, но мы не должны забывать, что у нее есть подружка Шаманша, Шаманша сделала там, колдуй баба, колдуй дед, оп, и он и упал, точно, точно, и сразу же алкоголь в крови появился, так он трезвый был, в семь раз превысился, да, в семь раз, ну это конечно вообще лютый, лютый сумасшедший, я еще понимала бы, если бы корейские нитизены начали, ну как бы у нас, ну как бы отбитые они, да, периодически бывают, а это ино-фанаты начали, то есть это в Твиттере, ну как бы англоязычные аккаунты это писали, все дело, вот, поэтому тут еще, как бы, больше вопросиков, типа, ну вы же, как бы вроде, поадекватнее должны быть, что ли, но нет, на это надеяться не стоит, да блин, ты хотел сказать, вы же не конченые идиоты, а они конченые, не нужно это никогда забывать, короче, там бывают всякие, я в шок, короче, у нас, ну реально, вот, ну есть, я понимаю, конечно, то, что чем больше фандом, тем больше концентрация отбитых людей там, но я не перестаю просто поражаться, насколько вот этот вот, как спектр отбитости иногда может проявиться, мы уже смирились со всякими взрослыми женщинами, которые шиперят одних айдолов и поносят, ходят по реакциям других мемберов этой же группы, да, то есть с этим мы уже смирились, ой, ну то, что вот тут происходит, это, конечно, кринж полнейший, ну, как говорится, это ж сколько на свете на всю голову долбанутых, да, много их, ой, много, я прям это, сочувствую, как бы, нормальным арми, потому что, ну, как бы, вот такие вот экземпляры очень сильно портят репутацию фандома и портят репутацию группы, вообще, потому что, ну, это полнейший, вообще, беспредел, что творят люди, как в головах у них вообще рождается, еще, блин, вот мозгов хватает такое придумать, так еще мозгов не хватает, чтобы остановить себя в момент, когда я хочу это людям написать, чтобы об этом, о моем этом дебильном мнении услышали миллионы, ой, господи, да, 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 окей, хорошо, и у нас осталась только новость, которая специально для наших подписчиков, правильно, на Бусти? немножечко еще, да, вот, больших ока, все еще, да, чуть-чуть, вы ни за что не догадаетесь о чем, так что, чтобы не догадываться, а прямо узнать, просто подписываться на Бусти. .to slash Mishara подкаст, и сможете узнать, о чем мы сейчас будем обсуждать, сейчас вернемся, в общем, получается все, получается все, можно к вопросикам переходить, да, мы вот как бы обсудили только что, еще дополнительную новость, хорошо обсудили, по-моему, достаточно весело, так что, если вы почему-то нас не поддерживаете, идите на Бусти, то имейте в виду, что вы очень-очень многое теряете, огромное количество всего теряете, так что присоединяйтесь, кусти.to slash Mishara подкаст, все это слит на, без всяких там пробелах, и прочего, и прочего. И у нас есть действительно вопрос, вопрос нашего секретного чатика, Мишуровского, скажем так, даже, там два вопроса, да, два вопроса, первый вопрос маленький, да, он скорее, да, нас, наш агент Сайя спросил, кстати, вот и мой вопрос, где будем смотреть кей-поп-контент в высоком качестве, если YouTube полностью прикроет? Я предполагаю, что мы будем смотреть, ну, все равно на YouTube, потому что, во-первых, я даже маленький ролик записал, выложу, поставлю в ближайшее время, как маленький, есть способы обхода, даже не VPN, есть, например, обход, так называемый, есть DPI, это Deep Packet и Inspection, собственно говоря, это метод анализа пакетов, которые исходят, интернет-пакетов исходит от тебя к провайдеру, провайдер эти пакеты анализирует и такой, о, здесь, судя по заголовкам, ты пытаешься застучаться до YouTube, если ты пытаешься застучаться до YouTube, значит, нужно, как было месяц назад, тебя замедлить и отдавать тебе контент со скоростью, там, в пять раз меньше, собственно говоря, или, как он, ну, сейчас работает, и вообще его настолько замедлить, что он вообще будет открываться еле-еле и, в принципе, не откроется, или в случае, там, условного Twitter, Instagram, просто заблокировать тебе контент, не отдавать вообще, и есть программы огромное количество, для винды это Spoof DPI, ой, Gubai DPI, для MacOSI это Spoof DPI и еще несколько других штук, вы их просто запускаете, и они заголовки этих пакетов меняют так, что провайдер не понимает, что речь идет, например, о YouTube. Все, проблема решена, у меня пока что YouTube вот по умолчанию тормозит, как скотина, или не загружается, где-то работает на некоторых, где-то не работает, на мобильном еще более-менее пашет, на этом практически перестал работать. Запуская Spoof DPI, я про это даже не помню, он работает прекрасно, 4K, 1080p, медленнее, чем раньше, но все равно без особых проблем, потому что очевидно, что пока вот эти пакеты модифицируются, скорее всего, из-за этого скорость понижается, опять же. Вот, это раз, во-вторых, опять же, P никто не отключал, так что не отменял, точнее, так что нормально, я сейчас даже научился качать более-менее шустро, опять же, запускаю Spoof DPI и качаю себе на свой компьютер, собственно говоря, ролик в нормальном качестве, из-за этого могут страдать другие сайты, некоторые работают на ура, некоторые начинают страдать, не открываться или чудовищный глюч, поэтому отключаем, сходим по сайтам, включаем, заходим на YouTube, неудобно, но пашет. Повторюсь, VPN тоже работает, у многих вполне себе нормально, по-моему, DPI гораздо лучше и эффективнее способ обхода, а так, я думаю, будет спокойно заливать на другие каналы, типа там ВКонтакте, Дзен и прочее, и уже сейчас заливают, активно, если зайти, условно говоря, новый клип, он там будет. Более того, там будут клипы, которые, скорее всего, например, заблочены у нас в России, совсем. Мы обычно на стриме так и делаем. Мы не видим, а там они есть. Мы что-то смотрим на YouTube, совершенно верно, я точно так же. А то, что через VPN, мы не включаем VPN, просто открываем ВК, там, конечно, никогда больше, чем 1080, качество нету, это, конечно, дикое упущение площадки, вот, но так клипчик другой посмотреть вполне себе. Я еще, кстати, дублирую сразу на пусте, в открытый доступ. Ну, вот, обычные реакции, я сейчас решила так делать, потому что, ну, сегодня эти DPI, вот у меня один DPI, который не приложением, ты запускаешь, а вот где через флагины браузера, ну, на Виндзе, такой способ. Он, короче, перестал работать. Не, он работал, с неделью по нормальному вообще. Не, не, это, скорее всего, что-то другое, потому что, по факту, это не очень, короче, это не так надежно, как вот такое системное. Системное гораздо надежнее, и через браузер, это так себе идея. Но, да, согласен, в принципе, опять же, я уже давно дублирую свой контент и ВКонтакте, и Дзен, и даже, прости господи, Рутюб. Я даже попытался залить на платформу, которую новый сервис залил, посмотрел, через три дня, сколько там просмотров у, по-моему, Тимина Вонт, там два, один из них мой, а может и второй мой. Я не уверен до конца, я такой, все понятно. Ну, даже на Рутюбе есть десяток просмотров, поэтому, конечно, это не серьезно. Тоже не только ты, а другие слышал, что заливают на бусте, может быть, будут делать точно так же. Ну, да, в открытый доступ просто заливаешь, и все, и нормально. Да, это не так удобно, хотя бы просто есть где что. Ну, я и ВК всегда как бы дублировала, ну, по умолчанию с самого начала, в принципе, дублировала ВК, все, но как бы ВК тоже, блин, такое, блин, дурное, они вроде что-то там перегоняют туда, а как бы наладить его, чтобы он нормально работал, не додумываются. Не, у всех наших сервисов, к сожалению, одна есть общая проблема, у них никак не работают, практически никак алгоритмы, просто паршиво работают, поэтому вот того, чтобы взял ролик, например, условно заверсился, этого не получается, если тебя искусственно подсвечивают, окей, ну, у ВК, ну, иногда через пенька воду пашут, у меня сейчас некоторые ролики стали, их еще и подсвечивает ВК дополнительно, некоторые сами залетают, плюс-минус так редко, но залетают нормально, но все равно, конечно, алгоритмы пока гораздо хуже, чем у Ютьюба, это проблема, но это с этим справиться нужно, там, большой кропотливой работы и огромным количеством роликов, и тренировка университетей на них, опять же, алгоритмы всяких самых, ну, опять же, тут ничего не поделать, нужно только либо ждать, когда перестанут блокировать Ютьюб, это когда-то случится, да, либо просто надеяться на то, что наши ВКонтакте и прочие все-таки немножко просрутся, вот, это такой вопрос небольшой, который требует дополнительных роликов, в принципе, на любом канале, я думаю, типа, где меня искать, вопрос от Ильи Просина, с кем из западных артистов, не считая Меган Зе Стеллен, вам было бы интересно увидеть коллаборацию ваших любимых корейских групп или солистов? С кем? Я в 2019, ну, ладно, там, я еще подслушивала, с 2021 года я слушаю только свой азиатский плейлист, поэтому я даже хз, кто там сейчас нынче в моде, вообще на Западе, поэтому я бы, наверное, ни с кем бы и не хотела никаких фитов, ну, вот. Я вспоминаю про западных артистов в тот момент, когда кто-то из тех, кого я слушаю, записывает с ними фиты, а иногда узнаю об их существовании через фиты, которые они сделают с кей-попом, вот, такая, о, там еще и такие есть. Так вот, если просто даже подумать сейчас, вымучить какую-нибудь, я не знаю, Imagine Dragons неплохо бы, если, допустим, The Rose записали коверочек, о, коверочек, говорю, фит, ну, вот, хорошие, две инструментальные группы, с отличными... Мьюз и Дримкетчер, вот, предполагаю, такой вариант. Кстати, Мьюз, точно, а вот с кем, с кем было Мьюз? Дримкетчер. Ну, женский, я просто вот про парней думаю. А, парней не знаю. Ну, опять те же The Rose, там у Сона достаточно тоже интересный тембр. Окей, у меня из вариантов, наверное, учитывая, опять же, что я не слушаю западную попсу совсем, единственное, что я слушаю из западной музыки и из европейской музыки, это идеям всякие разные. Я новых имен особо не знаю, честно говоря, да, я знаю старые, которые преимущественно все равно, что там выдают такое, полумение хитовое, и хорошие сеты делают. Это условные там Тиеста, Пол Ван Дайк и прочее, прочее, прочее. Да, вот, грубо говоря, послушать коллаборацию условного Тиеста или Пол Ван Дайк или кого-то из этих товарищей, да, с современными группами, я был бы вообще не против. Например, они прекрасно бы спели со стрекицами. Я тоже сейчас про них подумала. У них, конечно, у них, потому что и так периодически идеями включаются, да, они спелись бы, например, с некоторыми исполнительницами. Ну, к примеру, вот последний один из релизов, который я на Хёну реагировал, который Attitude, пока не буду рассказывать, что да как, но там такой местами идеями еще вполне себе у нее. Чонха. Лайтовый, но идеями еще. Чонха, Чонха вот вообще шикарно, потому что у нее и так последний, это чисто идеям, хоть сейчас с Пол Ван Дайком коллаборируешься или там с Тиестой или с кем-то еще. Джо Айдл тоже. Вот, Стрейки, Чонха, да, Айдл, ну, Айдл, ну, можно, наверное, да, Супер Леди. вот по последнему у нее же, такое было достаточно идея. Ну, да, да, да. Это, господи, как ее, Хё, Хё, Хё опять же, Хё, идея вполне себе. Тоже, то есть, мне, кроме Идиема, на Западе сейчас не интересно ничего. Если мне иногда как-то плюс-минус симпатична какая-то музыка, это скорее исключение, чем правило. Поэтому вот я готов видеть их там. Ремиксы, нет, ремиксы не хочу, ремиксы это не так интересно. Хочу прям вот коллаборацию настоящую. И норм, и все будет хорошо? Да, в целом. Вот. Спасибо. Вопрос интересный. Если мы еще больше слушали, конечно, музыку оригинальную, это самое, было бы еще лучше, но не получилось. Окей. И мы остаемся, нам остается точнее перейти, по-моему, про наши релизы, да, понравившиеся или не особо. И мы переходим к последнему сегменту нашего подкаста, к нашим понравившимся или не очень релизам последних двух недель, на которые мы реагировали. Ну, что тут можно сказать? Из того, например, что я, давай первый раз в этот раз я начну первую. Обычно наоборот. Просто разнообразие ради будем чередовать. Мне, наконец-то, зашла песня от Сами. Ну, наконец-то, господи, это случилось, потому что я вот... Айскрим, да. До этого, ну, все было мило. Мило, блин. Мило, но мимо. У нее только первая безды, ну, была относительно запоминающаяся, и то некоторыми словами, скорее, не музыка. Это все равно был такой, извините, клон, не знаю, Дженни местами. То есть, все равно очень сильно была такая инфлюенция от Блэк Пинкса, товарищей, в принципе, от Блэк Лэйбл, от Тедди Пака. А тут наконец-то и дали песню, которая на Блэк Пинк не похожа, на другие там сольники от девчонок из Блэк Пинк не похожа, и вообще, как будто другие люди писали, по-моему, другие люди и писали преимущественно. И она веселенькая, забавная, она такая зальпучая вполне себе. Мне понравилась, по-моему, симпатичная песня, я даже несколько раз после этого переслушал. Я возрадовался, и такой, вот бы изначально с этого начали, сделали бы такой ей клип, такую песню, и двинулись даже, дальше бы хотя бы в отдаленном таком же направлении. Но вот нет, было черт знает что, на мой взгляд, разумеется, кому-то нравится, то и прекрасно. И, в общем, да, наконец-то мне это зашло. Чудо какое. Вот. Что еще мне понравилось, наверное, это прям по-настоящему, по-настоящему. Ну, от Юнис, опять же, был хороший камбэк, даже весьма, на мой взгляд. То есть, он не разочаровал. Наверное, мне Супер Вуман понравилось побольше. Вот. Хотя многим считают, что это камбэк более качественный. Здесь они даже местами что-то не в рог пустились. В общем, это хороший камбэк. Он не похож на дебют совершенно. И это, по-моему, прекрасно. Мне прям все нравится, на самом деле. Вот. Как-то... Наверное, наверное, это самое важное. И у Старики вышло вот несколько бисайдов. И из того, что я послушал, мне больше всего понравился джем, пожалуй. Джем интересный, да. Ну, на все, что вышли клипы. В целом, я еще жду, если на сумерки выйдет клип, то это, в принципе, все бисайды, которые я забрала из альбома, когда слушала альбом, вот только остались сумерки, чтобы клип выпустили. И тогда вот все забранные, так сказать, бисайды увековечены эмвишечкой, так сказать. О, да, неплохие вишечи. У меня самый ярко запомнившийся, ну, я не то, чтобы много с чем ознакомилась за эти две недели, больше там старенькая всякая реагировала. Ой, что? Ну, вот, Стреев, да, тоже на виду я всегда отреагировала, треки-то я слышала уже. У Бэм-Бэм вышла такая штука интересная. У него альбом третий, получается, да, по-моему, третий мини-альбом вышел. Вот. И у меня как-то не особо складывалась сольная дискография Бэм-Бэма. Ну, вот, как-то не в мою какую-то сторону вкусовую ходил он. А тут что-то какие-то, короче, сначала промо-фотографии залипательные дюж были. Вот. Потом начала я спойлеров ловить на некоторое содержание клипа, ну, так, скриншотики моментов. Думаю, о, это что такое? Там что-то интересное. Вот. Поэтому решила все-таки отреагировать. Вот. еще у меня на канале не вышло, но вот на днях выйдет. Но в целом можно уже поделиться, потому что подкаст выйдет сильно позже. Но там... Именно. Для своих. Да, грубо говоря. Там, конечно, ну, во-первых, песня мне понравилась. Я не скажу, что это, типа, что-то дикий восторг, но из того, что я слышала у Бэм-Бэма до этого, это мне нравится, вот прям нравится. Я прям ее добавила с превеликим удовольствием в плейлист. Вот. И клип, ну, это что-то, конечно, там клипмейкеры постарались конкретно. Я, конечно, очень много сильно, ну, естественно, не только я, много, наверное, кто увидел некоторых флешбеков на некоторых других групп, например, там, AT, там, TVXQ, вот. Ну, прям, такие сильно, жестко конкретные флешбеки на некоторые сцены и кадры из клипа, но, тем не менее, это не отменяет того, что дико круто сделали клип. Его прям хочется пересматривать, пересматривать, потому что за первый раз ты не разглядишь ничего. Очень насыщенный, очень красиво снятый, прям, глаз радовался и ухо радовалось. И в целом, послушала альбом этот, вышедший, неплохие, прям, бесайдики там, да, так что я прям даже утянула большую половину альбома, что до сели с Бэмом у меня не случалось, так что я очень рада. Вот, это, в принципе, самое яркое событие за две недели в плане кей-поп-релизов у меня лично. Вот. Круто! Круто! Ну, у нас там скоро многое выходит, у нас тысячисти будет и что-то только не будет на самом деле. Будем слушать, реагировать, смотреть и потом вам докладываться. Ну и получается все? Получается все. У нас подсказ закончился. Да. Нам остается только поблагодарить людей, которые нас поддерживают на бусте. И у нас, кстати, две новенькие. Что им большое спасибо. Да. Итого, давайте я перечисляю, собственно говоря, кто у нас нас поддерживает. Это Ава Кошкина, Сакру-93, Светлана Муник, Бондвач, а также наши новенькие это Татьяна и Лиса Алиса. Спасибо всем большое и тем, кто только присоединился. Очень рада вас приветствовать в списке наших спонсоров. Вот. Прямо вот у вас будет ранний доступ и вот прямая трансляция. Ну, прямая трансляция это отдельная, потому что мы ранний доступ в вас точно будет. Мы раньше выложим это и вы получите, главное, нашу бонусную новость, вот, которую мы обсуждали достаточно долго в этот раз. Да. Спасибо. Всех призываем присоединяться. Заходите на... Заходите. Заходите на boosti.to slash Mishura podcast слитно. Ссылка в описании обычно будет. Там и прочтете, и подписывайтесь, выбирайте на пледж какой-нибудь, какой вам приятен. Нам будет любой приятен с вашей стороны. Вот. Как-то так. Да. И никак иначе. Всем спасибо. Всем спасибо. Всем пока. До следующего выпуска. Субтитры сделал DimaTorzok